Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на одноимённый канал, на котором я выпускаю регулярные видеоролики о криптовалюте. Видос сегодня будет длинный, поэтому чай и печенье вам точно не помешают. Сегодня я делаю видео в честь одной из моих самых любимых монет — кардана. И любимая она потому, что именно ада — одна из тех монет, которая, скажем так, и лишила меня моей криптовалютной девственности. И несмотря на её жесточайшее падение, я испытываю к ней некие тёплые ностальгические чувства. Я думаю, что падение альткоинов — это своего рода некая возможность, потому что продажа альтов точно не будет продолжаться вечно. Особенно если биткоин вырастет выше своих исторических пиков. Но предупреждаю сразу, если вы ждёте дна, чтобы купить по самым низким ценам, то словить дно вы сможете только задним числом. То есть тогда, когда закупаться на дне уже будет поздно. Никогда не пытайтесь словить дно, потому что останетесь вне рынка. Но я вижу очень вескую причину, по которой биткоин мог бы продолжать расти. Анализируя причины того, почему курс биткоина так обвалился год назад, я думаю, что немаловажную роль в этом сыграли перекупленный и переоценённый рынок. Семи фьючерсы, всякие битконнекты и им подобные скамы, воровство криптовалюты, взломы бирж и так далее. Очень много было факторов. Поэтому неудивительно, что биткоин обвалился тогда со своего рекордного пика. Однако биткоин пережил это всё, и сейчас мы наблюдаем, как вера в блокчейн технологии возвращается полным ходом. И теперь мы можем начать оценивать эти технологии с точки зрения их ценности. Того, чего они на самом деле стоят, а не просто хайповой раздутости и маркетинга. И в списке наиболее упавших криптовалют можно обнаружить кардана. Я имею в виду то, что максимальная цена для кардана составляла 1 доллар и 33 цента. Теперь, конечно, вы можете купить её за, грубо говоря, 5 центов. Люди, которые однажды покупали её за доллар или даже больше, вероятно, остались с некоторым убытком. Ну а те, кто покупал её на пике, потеряли 96% от своих изначальных инвестиций. Это то, что я называю жесть. И теперь, если мы хотим заработать, то, конечно, мы должны зайти на спаде перед следующим бычим рынком альткоинов. Также очень интересно принять во внимание то, что доминирование биткоина сейчас увеличилось до 70%. И как же этот уровень хорошо отрабатывает на протяжении всего лета. Интересно и то, что альткоины всё ещё не отреагировали на восходящее направление цены биткоина. Конечно, была пара криптовалют, таких как лайткоин, которые даже несмотря на солидный откат после предшествующего халвингу пампа, всё равно показывают около 240% прибыли с начала этого года. Но в то же время подавляющее большинство криптовалют всё ещё где-то там внизу. Цена НЕО получила действительно сильный удар. Его курс достигал 170 долларов на вершине своего пика, а сейчас меньше 10. Почти такая же история происходит у каждой монеты, когда вы спускаетесь вниз по списку. Поэтому очень интересно увидеть реакцию альткоинов на движение цены биткоина в будущем. И я бы сказал, что как только мы увидим, что биткоин становится на новый рекордный для него максимум, то у альткоинов будет действительно хорошая возможность для роста. Поезда альтов покинут свои станции быстрее, чем вы успеете сказать им прощайте. Но теперь давайте всё-таки поговорим о карданах и о том, куда намерены двигаться её технологии и развитие в долгосрочном будущем. Я думаю, что карданы это действительно интересный пример того, как будет выглядеть будущее этих технологий, после того, как массовое внедрение таких начнёт распространяться. Короче, это будет криптовалюта третьего поколения. Кардана является децентрализованным публичным блокчейном с открытым кодом. Я не знаю, сколько из вас инвестировали или хотя бы следят за карданом, но я знаю, что аудитория у этого проекта довольно большая и активная. Я думаю, что очень важно просто посмотреть на аспекты и понять, какие из них будут играть существенную роль в будущем. Например, биткоин является исключением из правил, цифровым золотом. Любая другая криптовалюта после биткоина должна приносить свои собственные инновации в это пространство, а не просто быть копией биткоина. Например, эфириум – это смарт-контракты, делающие первый шаг в будущее блокчейна в своё время. Эта монета довольно рано стартовала, и эфириум не просто так занимает вторую позицию, ведь они добились довольно многого. XRP – это что-то вроде цифрового актива в банковской сфере, создающая будущее для транснациональных, мгновенных и дешёвых платежей. Лайткоин – монета, сконцентрированная на более быстрых транзакциях, которые действительно улучшают модель биткоина. Можно сказать, что лайткоин – это платёжная версия биткоина, а биткоин – это альтернативный способ хранения богатства. Лично я не хочу расплачиваться биткоином, а вот лайткоином – пожалуйста. Любой из этих активов, дающий возможность заработать, является другом инвестора и трейдера, поэтому старайтесь не оскорблять друг друга за приверженность той или иной монете. И всё же давайте вернёмся к кардану. Как мы видим на графике, кардана падает и падает, и это вызывает лишь два вопроса. Восстановится ли она и когда это может произойти? Сейчас кажется, что кровотечение карданы слишком сильное, и что же должно произойти, чтобы его остановить? Новый даунтренд начался в конце июня и продолжается до сих пор, и даже ралли биткоина не спасает положение. А теперь цена упала уже ниже 5 центов. Мы видим, что цена торгуется ниже 200-дневной скользящей, а также сразу же бросается в глаза медвежий сигнал, пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящей. Следующая нижняя цель 4 цента за одну кардану, и нет гарантии, что даже этот уровень удержится. Что ещё разочаровывает, это то, что нет никаких стоящих новостей, кроме целого океана ФАД. И это закономерно, учитывая, сколько людей начинает разочаровываться в ВАДе, и в её медленном прогрессе. Но для любого серьёзного инвестора карданы, который является холдером, такой медленный прогресс не был неожиданностью. И теперь причина номер один, почему кардана в моих глазах всё равно остаётся ценным долгосрочным проектом, это то, что они не спешат выпустить наполовину готовый продукт с целым рядом недостатков. В действительности они двигаются к своим целям с научной расстановкой и стратегией. И именно поэтому кардану любят её настоящие ценители. К примеру, в июне ожидался запуск тестовой сети карданы под названием Шелли. На этом слухе монета росла 13 июня 2019 года, и очень сильно причём. Однако основатель кардана Хоскинсон впоследствии объявил, что сеть будет запущена лишь до конца этого года. А также подтвердил, что процесс происходит медленно. Но зато проект со всех сторон отшлифовывают до блеска. Все проблемы, которые потенциально могут возникнуть, были решены и предотвращены. Остались вопросы в проблемах проектирования. Ну и конечно же радует, что у Хоскинсона всё в порядке со здоровьем, а значит он закончит то, что начал. Мне задавали вопросы, а будет ли точка невозврата, после которой станет окончательно ясно, что инвестиции в кардана уже не принесут никакой прибыли, и монета больше не восстановится. Ведь рано или поздно может настать момент, когда даже самые терпеливые зафиксируют свои убытки. Я знаю, что это звучит обречённо и мрачно, но не всё так плохо. Сам Хоскинсон комментирует весь страх, который культивируется вокруг карданы, следующим образом. Учитывая весь фат и троллинг в последнее время, я с оптимизмом смотрю на будущие карданы. Посмотрим на них тогда, когда полностью функционирующие Шелли и Гоган будут готовы в своё время. Tempax Idex Rerum. Время-пожиратель вещей. Вот вам и мёртвый язык, который никогда не будет использоваться. В любом случае, рано или поздно сеть Шелли будет запущена и, скорее всего, изменит судьбу карданы. Но до тех пор, скорее всего, курс упадёт ещё немного на средние сроки. Кое-кто говорит, что падать он будет даже до 15 тысячных доллара. Встречал я и смелые прогнозы до 120 долларов за монету в 2025 году. Я был бы счастлив увидеть хотя бы восстановление до 1 доллара, как было. Этот прогноз был опубликован ещё в начале этого года, но я решил не оставлять его вне вашего внимания, ведь контраст между нашими мыслями о нём тогда и сегодня представляет некий даже научный интерес. Кардана может достичь 10 долларов благодаря двум причинам. На протяжении всего 2018 года Кардана руководствовалась в основном медвежьими настроениями. Команда, которая стоит за проектом, следует своим планам, чтобы помочь Кардане достичь максимального потенциала. Но нас интересуют именно две причины, почему Кардана в этом году может так хорошо себя показать. Причина номер один. Одним из самых важных достижений стал запуск нового бумажного кошелька, который исправил и улучшил предыдущую версию. Новый кошелёк намного безопаснее и эффективнее. Его целью является повышение авторитета Кардана среди пользователей и привлечение новых инвесторов. Причина номер два. Назревает партнёрство между Кардана и Metops+. Когда оно будет завершено, цена на Кардана наверняка вырастет. Metops Plus является одной из самых важных компаний в Южной Корее. И тот факт, что они выбрали Кардана для совместной работы, поможет последним укрепить свою репутацию в этой стране. Конечно, это также вызовет рост цены Кардана. Эти две причины заставляют энтузиастов Кардана прогнозировать цену Ада на уровне 10 долларов к концу 2019 года. На момент написания этой статьи в январе 2019-го цена Карданы составляла 0.0435 доллара. Сейчас, спустя полгода, она недалеко ушла от этой цифры. Цена Кардана Ада достигнет 2 долларов. Предсказание цены Кардана Ада 2019-го является оптимистичным, благодаря усилиям сообщества и команды разработчиков Кардана. Если предстоящие обновления блокчейна Кардана будут идти по плану, проблема масштабируемости блокчейна будет решена навсегда. Проблемы масштабируемости не ограничиваются только Кардана, но также и другими блокчейнами. Таким образом, решение этой проблемы привлечет больше людей в сеть Кардана. В дорожной карте Кардана есть длинный список усовершенствований, которые будут завершены в 2019-м году. Эти обновления сделают блокчейн Кардана лучше, чем он есть, и будут способствовать его принятию. Не забывайте, что сеть Кардана также имеет сильное сообщество. Таким образом, повышение до 2 долларов в конце года не является нереальным прогнозом для цены Кардана. Имейте в виду, что нет никаких гарантий, что цена Ада поднимется до 2 долларов. И прежде чем вы решите вложить капитал, убедитесь, что вы тратите только свои свободные деньги на случай, если этот прогноз не оправдается. Ну, ребята, на самом деле этот прогноз более реалистичен. Чтобы стоить 2 доллара, монете нужно вырасти в 4 раза. Это вполне реально, особенно учитывая то, что Шелли была обещана до конца года. Реалистичные прогнозы цены на 2019, 20, 23 и 25 годы. Это свежие прогнозы от 8 августа этого года. На самом деле, в CoinSwitch всегда были правдоподобные реалистичные прогнозы, но похоже не в этом случае. Посмотрим прогнозы на 2019 год. Они собрали различные источники в один текст. EO Mobile Phone 1500. Есть такой ресурс, который анализирует различные криптовалюты и дает свои прогнозы. Их можно назвать отцами оптимизма, особенно для Ады, потому что они прогнозируют от 65 до 77 долларов за Аду в ноябре 2019. Smart Ethereum 2,5 доллара за год и 10 долларов за 5 лет. US Lift 410 долларов и 45 центов к 2020 году. Самый реалистичный прогноз дает CryptoTown 6 центов в конце 2019 года. Далее идет прогноз от CoinWatch. 40 центов в последнем квартале 2019. Что насчет 2020? 2020 год будет одним из самых удачных для Cardano, считает CoinWatch. В 2020 году Cardano может снова достичь одного доллара. После Шелли выйдет обновление Gogen в 2020 году. И это станет причиной роста Cardano. Кстати, что такое Gogen? Gogen это название такой технологии, которую Cardano хотят внедрить в 2020 году. Скажем так, это универсальная языковая среда, которая станет основой будущих технологий блокчейн. Технология-то основана на современном языке программирования и формальных методах, которые в будущем снизят уязвимость системы и обеспечат большую безопасность. Короче говоря, проводить атаку 51% будет сложнее. В 2023 году, учитывая все обновления, Cardano будет являться криптовалютой третьего поколения с целью преодолеть все проблемы, с которыми столкнулись остальные криптовалюты. В это время будут внедрены функции Башо и модель Вольтер, что обеспечит масштабируемость, безопасность и производительность сети, а также самодостаточность цепочки блоков. В конце 2023 года, исходя из прогноза CoinWatch, Cardano достигнет 2 доллара за монету. Через 5 лет в 2025 году Cardano будет заключать большое количество партнерств и произойдет множество интеграций с различными проектами. Все это позитивно повлияет на Аду в долгосроке, и она будет крепко держаться в топ-10 криптовалют мира, а ее цена может достичь 3 долларов. Ну и последний, самый трезвый прогноз сейчас перед вашими глазами в виде таблицы, где указано, что падение Cardano будет продолжаться до марта 2021 года. На самом дне цена за монету будет составлять всего лишь 0,001 доллара, после чего начнется рост, который будет продолжаться до марта 2023. Максимальная отметка 0,002 доллара. Это, кстати, много иксов. Однако при запуске Шелли, скорее всего, мы увидим рост. Некоторые предрекают даже стопроцентный рост. А создатель Cardano обещал запуск Шелли уже до конца этого года. Лично я думаю, что после анонса запуска цена будет расти, возможно, даже на протяжении месяца, после чего будет падать, обычно так это и работает. Слух подбрасывает цену вверх, а новость ловит внизу. Поэтому ждем Шелли и пытаемся на этом заработать. Но если вы покупали Аду полгода назад, то вы даже после вот этого падения все равно остались в плюсе. И теперь давайте попробуем предположить, каков шанс, что Ада восстановится до своих пиковых значений. Достигнет ли она хотя бы одного доллара? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала понять, а что именно дает криптовалюте ценность? Конечно, прежде всего, криптовалюта была создана с целью стать единицей расчета. А значит, она должна обладать рядом характеристик, которые и делают ее единицей расчета. И таким образом она становится потенциально полезной для потребителя и пользователя. Также криптовалюта должна быть эффективным средством сбережения. Другими словами, частный инвестор или институциональный должен быть уверен, что со временем эта криптовалюта не потеряет своей покупательной способности. Хорошая криптовалюта также должна быть легко делимой и перемещаемой. Однако парадокс заключается еще и в том, что у криптовалюты должна быть еще какая-то ценность, не связанная с тем, чтобы быть криптовалютой. Это называется внутренней ценностью или внутренней стоимостью. Внутренняя стоимость – это фактическая стоимость актива, основанная на базовом восприятии его истинной стоимости, с учетом всех аспектов бизнеса, как с точки зрения материальных, так и с точки зрения нематериальных факторов. Эта стоимость может совпадать или не совпадать с текущей рыночной стоимостью. Основной причиной, почему фиатные деньги по всему миру до сих пор имеют какую-то стоимость, является то, что огромное количество людей до сих пор верят в то, что фиат имеет внутреннюю стоимость больше, чем бумага, на которой он напечатан. Себестоимость печатания денег на самом деле достаточно низкая, я бы даже сказал очень низкая. К примеру, в Штатах заложено около 400 миллионов долларов в ежегодный бюджет на печатание денег. Это выливается в цифру около 5,5 центов за одну копюру. Печатание денег увеличивает предложение, которое циркулирует среди людей, а это приводит к потере покупательной способности каждой единицы денег на руках у населения. Например, доллар США потерял 97% своей покупательной способности с 1913 года. Существует заблуждение, что производство криптовалюты ничего не стоит. Но по факту у криптовалюты должна быть команда разработчиков, а также профессионалы в различных сферах. К примеру, те же адвокаты и бухгалтеры. Также им нужны инженеры, программисты, специалисты по железу и программному обеспечению, а также профи по рекламе, маркетингу и пиару. Если я выпущу завтра свою собственную крипту и назову ее D-Coin, я наверняка не получу никакого внимания вообще. Мне придется инвестировать миллионы долларов в профессионала в различных сферах, чтобы развивать технологию, которая стоит за проектом D-Coin. При этом придется оплачивать и сдержки, зарплаты, поддержку сети и так далее. Как мы уже успели понять из вышесказанного, не каждый может пойти и запустить монету, которая попадет в топ-10 или даже топ-100 криптовалют. Потребуются денежные и временные ресурсы, чтобы построить бренд и воспитать доверие пользователей к этому бренду. Точно так же, как и в любом другом виде бизнеса. Все эти барьеры также являются причинами, почему та или иная криптовалюта имеет внутреннюю стоимость. Исходя из всего перечисленного, мы понимаем, что у Ады уже есть свое имя, бренд и команда разработчиков. Поэтому навряд ли кардана умрет и канет в небытие. Я в этом сильно сомневаюсь. Всего будет доступно более 31 миллиарда токенов Ады. Но учитывая то, что доступные предложения насчитывают около 26 миллиардов, для достижения цены в 1 доллар, Ада должна иметь капитализацию около 20-25 миллиардов долларов. В прошлый раз Ада стоила 1 доллар при рыночной капитализации в 23 миллиарда долларов. Теперь, когда мы разобрались, сколько денег нужно проекту, остается вопрос, а способен ли проект привлечь столько денег в какой-то момент в обозримом будущем. Мы уже поняли, что кардана удовлетворяет все характеристики, присущие хорошей криптовалюте. Также кардана эффективнее с точки зрения денежных и временных затрат, чем фиатные валюты. Она является более делимой и передаваемой. Предложение Ады фиксированное, а значит в теории она является лучшим способом хранить средства, чем фиат. Мы понимаем, что кардана значительно превосходит все фиатные валюты, в том числе и доллар США. Ведь, как я уже показывал вам в этом видео, чтобы напечатать сотню долларов, нужно потратить всего лишь 5 центов. Поэтому я верю, что рано или поздно люди поймут, что фиат это совсем не то, о чем им говорили и что им обещали. А значит начнут понимать превосходство и достоинство криптовалюты. Но почему они выберут кардану, а не сотню других криптовалют, возникает вопрос. Да потому что кардана находится в топ 11 криптовалют. Это раз. Далее команда построила бренд вокруг проекта 2, у них есть поддержка сообщества 3 и она относительно не изученная до конца 4. Представьте себе, кардана уже выстреливала до 1 доллара и 33 центов во время бычьего забега в 2017. Когда о криптовалюте знало меньше нескольких процентов человеческого населения. Еще меньше понимала суть криптовалют и еще меньше пользовались криптовалютами. В мире, где более половины населения будет знакомо с использованием криптовалют и большая часть денег будет сконцентрирована в топ 20-50 криптовалютах, нет никаких причин сомневаться в том, что кардана достигнет отметок даже выше 1 доллара. Возможно 10 и даже 20 долларов. Однако все это просто перспектива, просто предположение, а не факт. Ведь то, что я называю достоинствами карданы, кто-то может назвать ее минусами. И поэтому всегда делайте свой собственный анализ и свое собственное расследование, прежде чем принимать любые финансовые решения. Ведь вы рискуете деньгами, которые заработали, кровью и потом. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!